Пулемет Калашникова модернизированный ПКМ, ну в данном случае автомат 1971 года, машина очень хорошая, надежная, считается оружием коллективным, то есть на период войны в Афганистане выдавалось именно как ротный пулемет, в отделениях был пулемет РПК. Вот, машина очень хорошая, надежная, то есть в любое время суток, в любое время года можно его использовать, калибр у него 7,62х54. А питание, вот ленты, да? Да. Вы сейчас заряжать хотели? Заряжайте, посмотреть, как это вообще. Говорят, что у него вот эта вот заряжающая история похожа на то, что было у немецких во Второй мировой войне, то есть это все как бы оттуда ноги растут. Нет, да? Так, ну не скажу, конечно, немецкое оружие особо не изучал, там производится просто, патрончик там накладывается, вот, все, сейчас мы просто отводим и производим выстрел. Нет, я тут на линии огнящие ставил, прицельные приспособления у него какие? Планка, мушка, вот этот, целик, мушка, ну, в принципе, то же самое, как для этого. Единственное, есть тут шкала боковых поправок, в отличие от автомата, вот она, вот здесь вот, и путем подкручивания вот этого колесика настроечного можно выставлять боковые поправки. Опять же, как я и говорю, перед применением проводится проверка боя, это в спокойных условиях, придение к нормальному бою. То есть проводят именно пулеметчик, который будет производить работу с ним, стрельбу. То есть активные, сейчас используются и на ИСПО. Ну, они сейчас чуть-чуть по-другому, сейчас идут в основном печенеги, но, как бы, с хранения тоже снимали ПКМ, потому что, в принципе, как бы, отличается только от печенега ресурсом ствола, ну, как бы, в комплекте идет второй ствол, вот. Что характерно, очень удобная вещь, что отсутствует на обыкновенных пулеметах, это газовый регулятор. Он идет на автоматах Калашникова, для чего он служит. Значит, при быстротечности боя, постоянных боевых действиях, нет возможности очень быстро почистить пулемет. Ну, то есть, вот ты только бой прошел, все, и тут уже контратака, противник наступает, пулемет идет, и этот пулеметчик переводит положение, ну, сейчас не буду там специальной отверточкой, вот, переводит положение в крайнем положении. И на нечищенном пулемете еще производят где-то порядка до тысячи. Да, ну, как бы, да, да, то есть перемещается, зазор вот этот вот отверстие, там, газорегулятор, он идет в трех положениях. Первое, это нормальное, обыкновенное, второе, и третье, это прям, когда пулемет, вот, ну, прям, вот, грязный, но нужно произвести стрельбу именно, как бы, в экстренных случаях. Вот, в принципе, как бы, на пулемете печенег ПКП то же самое сейчас есть. Получается, если вот его врубить на полную, чтобы все газы шли в ствол, это, ну, уничтожает оружие, уменьшает ресурс? Ну, идет, уменьшает ресурс ствола, потому что, как бы, сорт быстро накаляется. Это именно, как бы, ну, как для экстренных случаев. Вот. А вот это вот сзади у него что-то? Это масленка и этот, как упор боковой, производишь стрельбу. Сейчас изображу. Вот, вот так вот. Все, пулеметчик изготавливался и открывает огонь. Предохранитель очень удобный вот здесь. Вот положение. Предохранитель и в положение огонь перевел и производит стрельбу. Одиночными не стреляет? Одиночными стреляет, если ленту зарядить через один. Прикольно. Ну, тогда придется перекидывать патрончик, постоянно вот этот перезаряжать. А короб сколько у него? Это короб на 100 патронов. Больше, меньше или это стандартно всегда? Нет, это стандартно, который вот именно для переноса, как бы, один из лайфхаков, лайфхаков Афганистана было использование рюкзака РД-54. То есть, лент убрали, укладывали в клапан, вот так вот, тоже зигзагообразно, и через плечо подавали, пулеметчик надевал его себе на плечо, или в основном сверху, чтобы не было перегибов, вот. Заряжался, все, и тогда уже он, это, это в основном, ну, как на рейде, поисковые действия, это, ну, когда, чтобы большая плотность огня была. Порядка 250, лента идет как по 25 патронов кусками, так в основном сотка. Сотка идет, как правило, на короб, вот, ну, соответственно, соединяли, потому что, в принципе, как бы аналогичный, похожий пулемет, тут чуть не такой конструкции, пулемет ПКТ, пулемет калашникового танка, применяется на вооружении, ну, в комплекте системы вооружения боевых машин, боевые машины десанта и пехоты, ну, и, в принципе, в основном на всех наших боевых машинах применяют, и на МТЛБ, и на ГТМУ, вот. Понятно, все, спасибо.